Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 17 ноября и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с утра уже обновила максимум вчерашней торговой сессии, закрепились выше отметки 1.18.01, именно с этих уровней может начаться восстановительное движение на укрепление евро с целями движения на отметку 1.18.59 и далее уже на 1.20. В том случае, этот сценарий будет актуален, если пара сможет удержаться выше минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, ниже отметки 1.17.57. В том случае, если мы увидим уход сегодня ниже данного уровня, то тогда уже возврат к продажам будет вновь актуален. Пара британский фунт и американский доллар сегодня с утра торгуются выше также максимальные значения, которые были зафиксированы вчера, 16 ноября, вышли из диапазона. И на текущий момент мы видим продолжение восходящего движения по данному инструменту. Возврат к продажам будет актуален в том случае, если пара британский фунт и американский доллар уйдет ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.3135. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. На текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже отметки 112.39, минимальное значение, которое мы увидели 15 ноября, ну и далее уже двинуться на 111.71. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если данная пара уйдет выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 113.31. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня с утра также пробила минимальные значения вчерашней торговой сессии, уходили ниже отметки 1.2728. И на текущий момент мы также можем получить с этих уровней возвращение уже к продажам по данному инструменту. Продажи будут актуальны до тех пор, пока пары торгуются выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2783. По австралийскому доллару продолжение нисходящей тенденции сохраняется. Сегодня торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Ближайшая цель для нисходящего движения это область 75.19. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если австралиец сможет закрепиться выше отметки 76.08, максимум, который был зафиксирован вчера. Пара евро-фунт продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 89.11, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Ближайшие цели по движению это, во-первых, закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, ну и далее двинуться уже на 88.38. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим обновление максимальных значений вчерашней торговой сессии в области 89.66. Золото сегодня с утра торгуется выше максимальных значений, которые мы видели вчера, что в рамках часового таймфрейма нас пока возвращают к покупкам по данному активу с целями движения на 1289 долларов за тройскую унцию и далее на 1303.304. Возврат к продажам будет актуален в том случае, если золото закрепится ниже отметки 1275 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает снижаться. Сегодня с утра торгуемся ниже минимальных значений, которые мы видели 16 и 15 ноября, что в свою очередь сохраняет на текущий момент тенденцию нисходящую. Ближайшая цель – это движение в области 61.23 и далее на 60.41. Возврат к покупкам по данной паре, значит, движение с целями на 64.80, на 65 будет актуально в том случае, если мы увидим нефть выше максимальных значений вчерашней торговой сессии на отметке 62.32. По индексу DAX вчера мы смогли закрепиться выше максимальных значений 15 ноября, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает пока к покупкам. И на текущий момент цели по восходящему движению – это область 13097, ну и далее уже на обновление исторических максимумов в область 13547. Продолжение коррекционного нисходящего движения по данному инструменту будет актуально в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии в области 12946. Ну и биткоин продолжает обновлять исторические максимумы. Сегодня с утра уже доходили до отметки 7928 долларов за один биткоин и немного скорректируемся после обновления исторических максимумов. Тенденция на укрепление сохраняется, ближайшие цели уже нам покажет сама цена, вновь новые исторические максимумы. Ну а коррекционное движение мы сможем увидеть в том случае, если биткоин опустится ниже минимальных значений, которые мы делили вчера в области 7079. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите комментарии. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и хороших выходных. Всем спасибо и до свидания.